МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ждет теплая и дождливая неделя, но о синоптике рассказали, когда ударят сибирские морозы. И в ожидании зрелищной схватки. Чем больше приковано к тебе внимание, тем намного это для тебя ответственнее. Александр Шлеменко вылетел в Екатеринбург. Почему этого его выступления ждут особо? Итак, эта неделя начинается с теплой погоды. Сейчас за окном минус 5, повышение продолжится, обещают до нуля градусов. И пойдет снег в перемешку с дождем. А мечам, как водителям, так и пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность. На дорогах будет скользко. Изменится ситуация только к выходным. Ожидается до 15 градусов ниже нуля. А настоящие сибирские морозы до минус 27, по прогнозам, придут в регион в 20-х числах декабря. Сегодня в России День Героев Отечества. По всей стране проходят памятные мероприятия, торжественные митинги и акции. В городском центре гражданско-патриотического воспитания провели экскурсию для школьников. Ребята узнали о многочисленных подвигах советских и российских солдат. В выставочных залах военная форма того времени, личные вещи и медали ветеранов. Собраны и образцы оружия от легендарного пулемета «Максим» до немецких пистолетов. Когда рассказываем ребятишкам что-то, видно, по крайней мере, блеск в глазах, какой-то неподдельный интерес. Видим, что ребятам это интересно. И ребята приходят, и ребята очень многое узнают. То, что им даже и, может быть, в школах не рассказывают. А здесь они могут воочию посмотреть это все, потрогать вот эти экспонаты. Ребята должны знать историю своей страны и хотя бы нашего региона. Яхта «Сибирь» дошла до Бразилии. Экипаж сошел на берег города Сальвадор. Переход через Атлантический океан продлился полмесяца. Экипажу удалось сократить отставание от утвержденного графика и выиграть пять дней. Стоянка в Бразилии продлится полторы недели. За это время Сибирь подремонтирует, экипаж отдохнет и пополнит запасы. Кстати, в перерывах путешественникам удается порыбачить. Недавно поймали 20-килограммовую корифену. Пять месяцев назад парусник вышел из Омска в кругосветную экспедицию. Яхта направилась к берегам Белого континента, чтобы в точности повторить путь русских мореплавателей, которые нанесли на карту новый континент. Теперь исторический маршрут пройдут современники. Флаг России на станции Белинсгаузена. Они водрузят 28 января 2020 года. Международный проект приурочен к 200-летию открытия Антарктиды. Школа на 1200 учеников откроется в Амурском поселке уже в конце следующего года. Новое образовательное учреждение построят и в Иселькуле, а уже через три недели на Левом берегу сдадут детский сад. Первые итоги реализации национального проекта образования обсудили в Омске на заседании коллегии профильного министерства. Так, в этом году в школах организованы десятки точек роста. Они оснащены компьютерами, планшетами, робототехникой и другим современным оборудованием. Статистика показала, дети, которые посещают центры, стали лучше учиться. В конце года откроется технопарк «Кванториум». Он позволит школьникам создавать коммерчески выгодные проекты. Об этих и других перспективах в специальном репортаже Екатерины Шипиловой. Стройплощадку будущего детского сада Татьяна Дернова обходит стремительным шагом. Как продвигаются работы на ключевых объектах, министр следит лично. Проверки всегда спонтанные, рабочие не предупреждены. И первые полчаса даже не признают в скромной женской фигуре руководителя ведомства. Впрочем, краснеть подрядчику не за что. Новый сад на улице Лисицкого практически готов. Все двери установлены, окна. Да, последние трехи. Здесь уже можно будет пыль строительную последнюю смахнуть. Я думаю, здесь на следующей неделе мы уже к завершению будем подходить. Лоск в помещениях каждый день наводят 80 человек. Строители устанавливают санфаянс, красят стены. Цвет, рисунок на плитке и многое другое продиктовано не условиями сметы. Теплоту и уют создают заведующие и воспитатели. Мне кажется, это логично. Хозяйка под себя делает ремонт, выбирает материалы. Оценить новое учреждение малыши и их родители смогут уже в этом году. Сад на Лисицкого торжественно откроют в конце декабря. Вообще же сейчас в Омске строят четыре дошкольных учреждения. В каждом предусмотрены ясли. Дополнительные группы для самых маленьких создаются и на базе уже работающих садов. Всего в 2019-м местами обеспечат тысячу ребятишек. Почему детский сад этот рассчитан на 101 ребенка? Магия цифр? Магия цифр, да. Мы все мучаемся этим вопросом. Но вот как-то проектировщик почему-то решил, что в одной группе будет на одного больше. Ключевая задача у нас проекта, поставленная нашим президентом Владимиром Ильичем Путиным, это чтобы их ощутили граждане. Реально ощутили. Что такое новые места в детском саду? Это возможность маме пойти работать. Это возможность маме развиваться в этой жизни. Может быть не работать, но это тоже развитие, когда ее ребенком занимаются профессионалы. Она возможно себя найдет в этот период и станет индивидуальным предпринимателем. Займется каким-то новым для себя делом. Или пойдет работать по той специальности, которую она получила в УЗИ. Это же возможность маме заниматься собой и своей профессиональной деятельностью. В целом за три года реализации нацпроекта «Путевки в садики» получат 4,5 тысячи малышей. А их родители – возможность консультироваться у профессионалов бесплатно. В школах и детских садах уже открыты 245 особых пунктов. Сюда идут за помощью психологов, юристов и других экспертов. Проблем возникает много. Не всегда со всеми проблемами можно обратиться и к классному руководителю, не всегда можно обратиться к знакомым, к соседям, как мы привыкли, наш менталитет, когда мы обращаемся к соседям. В наших пунктах работают психологи, в наших пунктах работают педагоги, работают специалисты узкопрофильные, то есть дефектологи, логопеды. При необходимости, если поступает такой запрос, то мы можем приглашать и узкопрофильных специалистов, допустим, сурдопедагог, либо тифлопедагог, если возникает в этом необходимость. Но реальные результаты первого года реализации нацпроекта в образовании дали точки роста. Они созданы в школах. Здесь изучают науку, технику, учатся творчеству, играют в шахматы. Все это не за партами, а в каворкинг-зонах, где сама атмосфера располагает к долгому и любопытному общению. Потому занимаются не только ученики, но и их родители. Расходятся часто поздним вечером. В Омском регионе точек роста 58. Будет в четыре раза больше. Я каждый день получаю фотографии, какую-то информацию из муниципалитета. И все эти фотографии, когда за окном уже темно. То есть мало того, что мы учебное время их используем, они допоздна используются. Они у нас не пустуют. Люди расходятся только переночевать. В Омском кванториуме Татьяна Дернова все процессы снимает на видео. Ролики министр выложит в социальных сетях, чтобы амичи знали, как обустраивается ультрасовременное образовательное пространство. Оно работает далеко не в полную силу. Где-то идет отделка лабораторий, где-то испытания новейшего оборудования. Здесь школьники изучают физику, химию и биологию. Ставят опыты и эксперименты. Педагоги обучались в Сколково и кванториуме Томска. Учат не только познавать и создавать, а еще зарабатывать. Это оборудование, оно по характеристикам очень близко к производственным. То есть это не игрушка. Это настоящий производственный инструмент дорогой. И мы его используем для учебных целей. На этом принтере изготавливается пластиковая модель, с которой снимается потом пресс-форма. Изготавливается отливка, например, из металла, либо из пластика. И который уже идет на агрегаты, на воздух. То есть дети вообще, по сути, учатся уже какой-то профессии, да? В 10 лет. Да, они учатся профессии. И у нас есть возможность подвести под это экономическое обоснование, экономическую базу, чтобы не просто произвести ради того, что это круто, а произвести вещи, которые востребованы. Идея такая, что будут приходить с производства, совместно с детьми это все будет разрабатываться, выпускаться. Нацпроект выводит на новый уровень. Также образование в техникумах и училищах. Здесь организуют инфорумы. Только в автотранспортном колледже в этом году откроется сразу 5 мастерских. Студенты смогут на мощной технике разрабатывать компьютерные игры и мультимедийные приложения, создавать IT-решения для бизнеса. Под лабораторией отвели отдельное крыло с кабинетами и даже пожертвовали столовой. Впрочем, без обеда никто не останется. В здании работают еще два буфета. Голодными студенты точно. Главное знание, что у них будут, их потребность знания удовлетворена. Итак, значит, здесь две мастерских. Вот там у нас конференц-зал. Как вы видите, проемы у нас все вот такие большие, открытые. То есть это обязательно условие, это доступная среда. Национальный проект образования рассчитан до 2022 года. Его главная задача – вывести Россию в десятку лучших стран. Обеспечить комфортными условиями для обучения техникой, чтобы дети со школьной скамьи получали знания по самым высокооплачиваемым и конкурентным профессиям. Екатерина Шипилова, Александр Саражин, 12 канал. Александр Шлеменко вылетел в Екатеринбург, где уже в эту субботу ему предстоит важный бой. По традиции спортсмена провожала внушительная армия болельщиков. Столь ранний отъезд связан с тем, что к бою Шлеменко-Бранч особое внимание. Соперники более чем принципиальные. Поэтому организаторы запланировали массу медиа-мероприятий, чтобы как можно подробнее представить как российского средневеса, так и представителя США. Будут снимать и фильм-презентацию, который покажут перед главным событием вечера. Сам же Шторм в эксклюзивном интервью нашему каналу признался, что волнуется. Чем больше тебя провожают, чем больше приковано к тебе внимание, тем намного это для тебя ответственнее и больше переживаешь. Тем более сейчас ты сама знаешь, что впервые 12 канал показывает такое по сути грандиозное для Омска мероприятие. В прямом эфире будет снимать, и поэтому волнения в разы больше. Итак, Шлеменко-Бранч. 14 декабря. Прямую трансляцию на нашем канале начнем в 18 часов. Комментировать все происходящее будут хоккейный обозреватель Максим Гречанин и профессиональный боец ММА Алексей Шуркевич. Помимо шторма в клетку выйдет еще один амич Александр Осетров. Во время эфира мы организуем массу прямых включений из Екатеринбурга. Не пропустите. В Омске открылся первый горки-парк. Это полноценный зимний городок, только вместо ледяных и снежных фигур здесь горки самой разной высоты. Смельчаки оценят 6-метровую, малышам можно будет прокатиться на 3-метровой. Ну а для любителей эффектных кадров одну из горок превратили в селфи-мостик. С него можно будет полностью запечатлеть спуск. Вход на все горки бесплатный, тюбинги можно взять в прокат. Стоимость 250 рублей за час. Также здесь установлена теплая раздевалка с буфетом. Здесь все потрясающе. Конечно, мы сюда будем ходить. Все очень хорошо организовано. Поэтому будем приезжать каждые выходные. Горки работают в свободном режиме. Значит, это как социальный объект для всех хамячей. Плюс есть возможность воспользоваться услугами проката тюбингов. Плюс есть возможность, вот у нас аттракцион тюбинг-кросс, нужно покататься. И пункт обогрева, где люди могут просто обогреться, выпить горячего чая, кофе и согреться. Вот этот весь такой объект у нас, он называется Горкий парк. Название тоже выбирали о мече и придумали о мече. И он будет работать весь зимний сезон. Новый городок находится в парке 30-летия в ЛКСМ на Комсомольской аллее. Посетить его можно с 11 до 22 часов. Впрочем, в канун Нового года время закрытия может меняться в зависимости от количества гостей. Популярные хиты в исполнении омских студентов в городе выбрали самый поющий вуз. Вокальную битву талантов организовала Международная ассоциация караоке. Объяснили это желанием культурно развивать молодежь. Денис Жарков слушал песни финалистов. Позади отборочные туры в вузах и три ярких полуфинала. Сегодня блистают только лучшие исполнители, как студентка УМГУПС Ксения Сенечкина, завоевавшая на предыдущем этапе золото и приз зрительских симпатий. Люблю петь, занимаюсь. У нас есть прекрасная студия эстрадного вокала в университете «Звездный дождь». Честно, перенервничала. Правда, какой раз уже выступаю, но все равно переживаю. И даже немножко ручки дрожат. Всего до финала добралось 11 конкурсантов. Последнее испытание – исполните две композиции. Медленную и быструю. И нужно не просто спеть, а выступить с настоящим эстрадным номером. Да так, чтобы зал взорвался овациями. Самое главное – это вдохновение. И петь о душе и сердце. С первой песни, она действительно лирическая, медленная. Но видно, что ребята стараются и поют о душе. Все было очень замечательно, несмотря на трудности, с которыми нам приходилось сталкиваться. Но, вы знаете, это движение, оно должно продолжаться. И я уверена, что в дальнейшем мы будем раскрывать очень много талантливых ребят, у которых потрясающие голоса. Самым голосистым вузом оказался политех. Гран-при взяла студентка Мария Губкина. Первое место у финансового университета при правительстве России. Второе – у университета путей сообщения. И на третьем снова финансовый вуз. Я с детства занимаюсь вокалом. И такой опыт для меня был очень интересен. Реализовать себя. И тем более караоке – тоже очень интересная сфера. Вот и пошла. Очень интересно было попробовать себя. Я очень довольна. Довольные организаторы. Турнир прошел на высшем уровне. Вероятно, конкурс на самый поющий вуз станет в Омске традиционным. По крайней мере, уже строят планы на 2020-й. Денис Жарков, Дмитрий Алдагепченко, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Золото и шуба есть у твоей царицы. Будь оригинальным, подари теплицу. Выставка продажи теплиц в Омске. Скидки, расстрочка, хранение бесплатно, подарочные сертификаты. Парковка у Кит интерьера и континента. Телефон 50 50 23. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание и хорошего дня. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok